Неожиданный поворот в деле о жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Обвиняемый Николай Тарасов в свою вину теперь не признает. И утверждает, что его заставили оговорить себя во время следствия. Ранее, еще будучи подозреваемым, он признавал, что убил девочку. Теперь же в суде он наотрез отказывается от своих слов. Я вызнавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать это, когда меня били в участке у нас. У них полиция проверяли, и просто проверяли. И ничего не находили. Смотрели, села, тонарика. Каждый раз заходили, и было много. Мне сказали, что я ее перепрятала. Потом сказали, что родители перепрятали и так далее. Каждый раз по закону. Вас заставили, получается, по вашему мнению? На заседание в раздельную из райцентра Ивановка приехали несколько десятков земляков убитые. Опасаясь волнений, в здании дежурили усиленные наряды полиции. Зал пускали только после прохождения металлодетектора. Местные жители, которые прибыли в суд, чтобы поддержать семью убитой девочки, прямо заявляют, они не верят, что родители Тарасова не знали о преступлении сына. Я не верю в то, что они не знали. Вы про семью говорите? Да, вы про семью. Они знали. Они знали. Мать особенно знала. И отец знал. Все они доброе знали. В отношении домиках изменилось? Ну, у некоторых людей изменилось. Особенно у меня не изменилось. Я, как и мама, я говорю. И мы не верим, что они не знали, что случилось у них в дворе. И, ну, как и у меня, мое желание, чтобы они там... Не хочется, чтобы они там сжили, залишались. Первое заседание по делу Николая Тарасова оказалось безрезультативным. Прокуратура так и не смогла зачитать обвинительный акт. Адвокат подсудимого не приехал, сославшись на участие в другом процессе. Вторая попытка начать рассмотрение дела Тарасова состоится 11 декабря. Напомню, 11-летняя Дарья Лукьяненко в июне была найдена мертвой в выгребной яме дома семьи Тарасовых.